Продолжение следует... Встречаться с иностранцами, как в рабочее, так и нерабочее время за пределами организации, можно только с разрешения руководителя. И российских участников встречи должно быть не менее двух человек. Ну, то есть, теперь получается, что если российский ученый гулял себе вечерком по Московской улице, познакомился с девушкой, и они решили провести этот вечер вместе. Ну, то никаких проблем нет, а он спокойно ведет ее на квартиру, где они занимаются чем хотят. Но, если девушка призналась, что она иностранный ученый, тогда все пропало. Согласно новому приказу Министерства образования и науки, этот мужчина при встрече с иностранным ученым должен вне стен своей научной организации и в нерабочее время все равно обязан получить на это разрешение от директора своего института. Ну, хорошо. Допустим, ночью он звонит директору, получает разрешение и ведет девушку к месту вожделенного единения. Но после встречи он должен направить в Министерство отчет об этой встрече с круглой печатью своего научного учреждения. Допустим, и это. Утром он пишет и заверяет отчет о том, как все прошло, и отправляет в Москву, Кремль. Так ведь этого недостаточно. К отчету нужно приложить паспортные данные всех ее участников и копию паспорта иностранного ученого. Ну, хорошо. Допустим, что когда она уснула, изможденная, ну, все равно еще прекрасная, он выкрадывает из ее сумочки паспорт, копирует и кладет на место. Так ведь и этого недостаточно. Нельзя встречаться один на один. Нужно в присутствии третьего лица и при том обязательно коллеги. Впрочем, и это не проблема. Всегда можно найти друга-коллегу, который посидит на кухне с юлочкой чая, вайфаем и наушниками. А может быть, удастся найти ему другую девушку, главное не иностранку. Потому что настоящую мужскую дружбу никто не отменял. И потому что для истинной любви никакое министерство лженауки и недообразования не преграда. Субтитры создавал DimaTorzok